Сейчас кадры из Кремля. Оно в одной из самых крупных в нашей стране. Ну и промышленное производство, в том числе и строительные материалы, цементы, известь. За счет этого мы подросли, у нас был определенный спад. К сожалению, наблюдается в строительстве спад, но мы его подтянем, хотя у нас абсолютно рекорд по вводу жилья. Поэтому здесь у нас спад за счет дорожного строительства, но по его реализации и всех национальных проектов, которые мы их неукоснительно выполняем, благодаря всем вашим поручениям. У нас более 170 объектов в этом году. Мы строим и инженерные инфраструктуры, и школы, и больницы, и спортивные, и объекты культуры, здравоохранения, образования. На этом, конечно, обратить особое внимание, имея в виду, что объекты социальной инфраструктуры, конечно, требуют реконструкции многие, и внимательные отношения к ним. И, конечно, новое строительство нужно обязательно. Ну, конечно, вот то, что ваше поручение по капитальному ремонту образовательных учреждений, школ, это, конечно, очень серьезное подспорье. 24 объекта, и на самом деле, в основном, это не только городские, но в основном, это, конечно, сельские населенные пункты. Конечно, оно изменяет и качество жизни населения людей. В этом направлении мы работу ведем достаточно серьезно. Конечно же, на прошлой встрече выдавали получение обращать внимание на инфраструктурные бюджетные кредиты. Мы очень активно с правительством Российской Федерации. Получается, действительно, это такой для нас рывок в развитии инвестиционного, в том числе Министерство экономического развития одобрило кредит для инженерной инфраструктуры, вернее, программу. Также во исполнение поручения председателя правительства Мишульсина Михаил Владимировича мы создаем модель экономического развития. В эту модель входят проекты прорывного характера, как мы их называем, общей стоимостью 160 миллиардов рублей. В различных отраслях. Это и туризм, в том числе, который мы также активно разговариваем. Это и промышленное производство, сельское хозяйство. Это позволит нам создать около 10 тысяч рабочих мест. Я вам на прошлой встрече докладывал, что у нас задача до 2025 года создать 3,5 тысячи высокотехнологичных рабочих мест. Водимые объекты нам уже досрочно дадут такие результаты. Владимир Владимирович, если говорить о социальном сфере, хотел бы еще раз выразить вам слова благодарности за выплату, доплату семей с детьми от 8 до 17 лет. Это очень серьезное подспорье для семьи, для социального самочувствия. И у нас много региональных мер поддержки семей с детьми. Поэтому в этом плане работу ставим для себя как одну из самых основных и знаковых. Я думаю, что цепочка, которую мы достраиваем от беременности женщины до 17-летия, она тоже должна поддерживать всей семье. Это были кадры встречи президента с главой Карачаева Черкесской республики.